Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Вместо того, чтобы милиция ему помогла, она его избила, украла у него золотую цепочку. Вот он лежит вот так вот. Сейчас мы его отвезли, вылечили. Сейчас будем искать этих милиционеров. Таким образом, мы вышли на тему, которая сегодня достаточно актуальна. Эта тема связана с тем, что Совет общественной безопасности в какой-то мере занимается, ну будем так говорить, наблюдением, а зачастую и просто троллит силовые структуры. Нет, мы занимаем очень взвешенную позицию. Посмотрите, мы очень много общаемся с силовыми структурами, с милицией, с прокуратурой, СБУ и судами. И в зависимости от того, насколько они адекватно себя ведут с точки зрения нашей точки зрения, она с точки зрения очень простая. Патриотизм и относительная хотя бы справедливость и достоинство. Вот если они защищают людей вот в этом формате, значит, мы с ними сотрудничаем. Если они не защищают, вот у нас тоже предпоследний пример. Он пошел по всем телеканалам. Негодяй Донецкий среди бела дня похищает свою подружку бывшую. Увозит там ее, издевается над ней. Его задерживает милиция. Проводит нормальное следствие. Милиция, прокурорские. Тут были, скажем, нет к ним претензий. А суд апелляционный его отпускает под домашний арест. Эта девочка опять же приходит к нам на Жуковского 36 и говорит, спасите, помогите, потому что он мне звонит, угрожает, говорит, что меня убьет. А моих родителей, которые в Донецке, его ополченцы, друзья, придут и накажут. Ну вот и что? Кому ей больше идти? Она говорит, кому мне больше идти? И что вы сделали в результате? Ну давайте я не буду рассказывать, что мы сделали. Но вы ликвидировали его, что ли? Нет, мы его не ликвидировали, но мы очень внятно и жестко с ним поговорили. И вопрос у него, совершенно теперь у него точка зрения поменялась. Одно дело, когда он тиранит беззащитную молодую женщину, другое дело, когда он будет тиранить достаточно крупную и серьезную организацию. Не сильно у него и получится, наверное. Понятно. Поэтому мы пытаемся найти взаимоотношения. Есть среди милиции очень нятные, порядочные люди. Есть среди прокурорских такие, есть среди судейских есть такие. Но их как капля в море. Вот реально капля в море. Как бы мы ни говорили, реально такое ощущение, что у нас государство гангрена. Марк, я сейчас задам вопрос по поводу сегодняшнего события. Сегодня вы знаете депутата горсовета Алексея Касмина, председателя фонда госимущества, который находится на Орнаутской улице, на Большой Орнаутской. Его сегодня, насколько я понимаю, самооборона, решили иллюстрировать. Это так называемая мусорная иллюстрация. Они его, конечно, бросили, как это уже мы знаем и видели, в мусорный бак, облили зеленкой, затем еще обсыпали чем-то. Ну, не страшным, но, во всяком случае, достаточно унизительным. Вот. Чуть ли не заставили его написать, как говорится в средствах массовой информации, написать заявление об отставке, ну и так далее. Ваше отношение к подобным иллюстрациям? Мое отношение к подобным иллюстрациям, а, с одной стороны, очень положительное, потому что мы, в общем-то, пробивали этот закон иллюстрации с Егором Соболевым, там, с партией Воля на тот момент. Б. Если он еще состоит, он депутат Горсовета и во фракции Радына? Нет. А, в Желугу? Нет. Я бы всю фракцию Радына просто иллюстрировал в ДНР, ЛНР. Он был в партии регионов, но не в партии Радына. Ну, партию регионов тоже я бы иллюстрировал в ДНР, ЛНР. Ну, там разные тоже люди были, отдельная история. Но базовая вещь сейчас состоит в другом. Я думаю, что есть ключевые знаковые фигуры, которые являлись какими-то ключевыми знаковыми фигурами того беспредела, который творился у нас при семье Януковича. Проблема, что эти фигуры не ушли, они остались, они руководят и достаточно себя хорошо чувствуют. И, в общем-то, думают, что так оно будет и дальше продолжаться. Невзирая на то, даже уберем формат, я знаю, в общем-то, среди моих друзей и товарищей, были очень хорошие чиновники и, в принципе, неплохие люди, которые сначала делали государевую службу, потом немножко воровали для себя лично. Ну, у нас чиновники всякие... Да, у нас других чиновников не было. Других чиновников не было, это была их зарплата практически. Других чиновников не было. И они считали это справедливым совершенно. Но этих людей сейчас убрали, и они себе ушли, хотя я... Но проблема в том, что на их места пришли вообще отъявленные негодяи. Сегодня бизнес что говорит? Вот я постоянно, мы занимаемся сейчас проблемой милиции и таможни. Как милиция? Одна из схем милиции, которая заставляет бизнес на таможне просто стонать. Помните Саакашвили 8-го числа июня перед всем честным народом показывал листы докладных, ну, милицейские рапорта, где было сказано о том, что не растамаживать такие-то и такие-то грузы без присутствия на таможенных постах определенных милицейских подполковников. Саакашвили с возмущением это все посмотрел, передал это президенту. Президент посмотрел, передал это нашему замгенпрокурору, тоже грузину, сказал, разбирайтесь. Я тогда написал пост, идет война двух полковников, мамки и буты, которые из главного следственного управления, сделали такую схему себе, кормушку, которая минимум миллион баксов в месяц им приносила. Ей просто грузы не растамаживались, и менты говорили, вы их не растаможите никогда, или это будет очень долго. Под них легла таможня в этом формате. Причем это полное нарушение всего законодательства в Украине. Ну да, милиция не имеет никакого отношения к таможне. Никакого отношения. Она имеет только за пределами таможни, может действовать. Никакого совершенно. Так вот, вот эту схему, вы думаете, удалось поломать? Нет, до сих пор. Мы 15-го числа на таможенном терминале задерживаем подполковника, который осуществляет незаконный досмотр груза уже после таможенного оформления. Вызываем внутреннюю службу беспеки, милицейскую. Внутренняя служба беспеки его принимает, везет на свидетельствование, что его никто там не бил и все остальное. Начинает опрос, допрос этого человека. Он заявляет своим покровителям мамки, что его избили. Они приходят к Авакову, говорят, нашего сотрудника избили, изнасиловали, сломали ему руки, ноги, головы. И они направляют беспрецедентный случай. На той неделе приехала комиссия, сводная комиссия четырех служб. Внутренняя БСПК Киевская, инспекция по личному составу. Да. Штаб и главное следственное управление. То есть вот с десяток людей приехали разбираться с одним только вопросом. Почему избили подполковника? Их, когда этот вопрос задали, наша внутренняя БСПК сказала, мы гарантируем, его никто не бил. 40 видеокамер таможенного терминала это показывают. Мы выложили в этот же день в Ютубе фрагмент гражданского задержания этого человека, где тоже все видно, что он живой, здоровый. Но это их не убедило, понимаете? Так это их не убедило в области, условно говоря, где Саакашвили, где руководит милицией его человек, а внутренняя БСПК его тоже человек. Да, Марк, понятно. Вот идет глобальная война. Я понимаю, война идет. Но вот для того, чтобы было понятно мне, по всякому случаю, и зрителям, наверное, было понятно направление вашей деятельности, скажите, пожалуйста, вот при иллюстрации Касмина, если бы вам позвонили и сказали, что просто в данном случае я не являюсь сторонником, прямо говорю, Алексея Касмина, я много лет знаю его деятельность, и она у меня тоже вызывает массу вопросов, как коммерческая, так и человеческая, так и депутатская. Но дело не в этом. Но вот такое надругательство над человеком. Вы бы приехали и прекратили это, или вы бы сказали, «Ну, это самооборона, и они правильно делают». Я скажу так, это самооборона, и они правильно делают. Мы должны, знаете, сегодня сложно неправильно занять позицию ни там, ни здесь, и нигде. Если мы видим, что есть чиновники, которые с огромным хвостом проблем, и у них не хватает инстинкта сохранения и разума самостоятельно уйти и тихонечко жить себе на своей даче, в своем домике, заняться какой-нибудь другой деятельностью, все про него бы забыли. Не до них. Они продолжают бросать вызов стране тем, что они продолжают занимать те должности, какие есть. Они сами в этом виноваты. Я бы с удовольствием хотел засунуть мусорный бак, законопатить его и отправить в море Кивалова, который просто вызов стране, вызов Одессе. Мы еще вернемся к этому вопросу. Вам звонят. Можно мы послушаем, потому что человек будет ждать ответ. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы задать один вопрос вашему гостю. Я его за его деятельностью и поведением наблюдаю давно и сейчас в студии. Я хочу понять его мнение. Он считает свою деятельность законной в стране? Он считает себя адекватным человеком? И считает ли адекватным он тех людей, с которыми он дружит? Это Резвушкин и прочая-прочая Шушваль. Понятно. Спасибо. Так единственное, что огромная просьба к телезрителям. Вы сразу, говоря там Шушваль и тому подобные вещи, вы сразу определяете свою позицию. Это нормально. Единственное условие, что хотелось бы это услышать, что вопрос должен быть чистым. Он не должен предполагать себе ответ. Он же обычный зритель, а не журналист. Да, при этом, при всем Шушваль, то уже понятен ответ, который вы услышите. И понятна ваша позиция. Она уже, вы занимаете совершенно другую сторону вопроса. И понятна ваша позиция. Поэтому в данном случае ответ будет, ну, в общем-то, уже в ответе содержится, в вопросе, вернее, содержится ответ. Ну да ладно. Да, ну вот. Тут есть несколько простых моментов. Когда мы недавно беседовали, мне один интересный журналист, когда я рассказывал про борьбу Мамки, Бута, Кивалова и всего остального, они задавали вот как раз вопрос, это же не, мы же идем в Европу, это же не европейские методы и все остальное. Мы никогда в Европу не придем, так как мы идем. Мы сейчас находимся в очень серой зоне, где отсутствует в законе, отсутствует справедливость. Что сам закон таким образом устроен, что если вы попадете в его жернова, в его жернова, вы оттуда не выберетесь. Или вы выберетесь голым, нищим и боссом. Вас перемолят. И дай бог, чтобы вас не посадили. Мы каждый день сталкиваемся с этим горем и в ручном режиме пытаемся помочь людям. В ручном. Почему? Потому что нас кто-то уважает, кто-то боится. Кто-то на нашей стороне. Но в ручном режиме мы помогаем единицам. А сколько мы людям помочь не можем. Что такое по поводу Резвушкина? Я вам скажу, Резвушкин человек, оправдывающий свою фамилию, резвый. Он человек с обостренным чувством справедливости. Может быть, есть у него недостатки. Никто не ангел. Ни вы, ни ангел, ни я, ни вот Игорь. Мы ангелы все на небе. Я вам только одно скажу, что когда нужно было защищать родину, мы вместе с Резвушкиным стояли и ее защищали. Когда нужно было защищать Одессу, он ее защищал. И сейчас та Одесса, которая сегодня есть, в том числе должна быть благодарна Резвушкину и таким ребятам, как они. Потому что Одесса цветет, есть отдыхающие, у нас никто не бомбит, у нас нет проклятого русского мира. А если завтра возникнет опасность, уверяю вас, Резвушкин будет стоять в первых рядах против этой опасности. А вас там не будет. И прокурорских не будет, и судейских не будет. Хочу добавить от себя, вот, конечно, я должен задавать вопросы, а не заниматься тем, что пытаться анализировать или что-то добавлять от себя. Но в последнее время я заметил эту тенденцию. Тенденцию связана с тем, что как только начинается какая-то борьба, будем называть это борьба за справедливость или борьба с негативом, или борьба с коррупцией. Тут же возникает вопрос Европы. Это не европейский. Это, дорогие мои, сегодня нам до Европы по всем статьям. Лет 300. Так далеко. И мы живем в неправовом государстве. И сегодня правом пользуются только те, кто имеют это право по должности или по деньгам, но никак не по закону. Поэтому, извините, когда дело касается борьбы за справедливость, тут уже ничего не сделаешь. Мы дикари. Мы можем себе позволить бороться непарламентскими методами, к сожалению, наверное, но тогда все-таки есть какой-то страх у тех, кто этим законом вертит вправо, влево, вверх, вниз. Они боятся. В принципе, большому счету, страх бывает, как не страшно это говорить, страх бывает очень положительным. Потому что страх останавливает. Останавливает не справедливость, а зачастую и бандитизм. Посмотрите, вот та наша деятельность, неадекватная, как вы говорите, с точки зрения законодательства, она что сделала, то, о чем я говорил, мы пытаемся у людей убрать ген страха перед прокуратурой, перед судьями, перед чиновниками. Вот то, что вчера, сегодня сделала самооборона, это тоже метод убирания страха. Вот сидел небожитель, как они особенно у нас были небожители прокурорские, они были цари, они вершители судеб, они могли любого человека, любого посадить за что угодно. И они это делали. И мы это знаем, мы это видим. Сегодня это все начало уходить. Они сегодня превратились в обычных, ненавидимых всеми нормальными людьми особями. И я надеюсь, что там какие-то будут реформы идти, но пока у нас будут руководить Шокины, Гузыри и все остальное, это все бесполезно. Ну Гузыри шел в отставку. Ну так ушел, вместо него пришел такой же. Надо оставить... Хорошо. Ситуация меняется. Но вернемся к той ситуации, которая была год. Многие говорили, и это было, не было секретом, что Игорь Палец финансирует Одесскую самооборону, финансирует комитет вашей безопасности, финансирует другие структуры, для того, чтобы иметь под рукой силы сохранить, удержать, противостоять, в конце концов. Правда ли это? И действительно ли это сыграло какую-то роль в нашей жизни? Потому что все-таки год со 2 мая по 2 мая этого года, да, был достаточно, не просто напряженным, он был страшным, с одной стороны, а с другой стороны, 9 мая 13-го года, врух, 14-го года, и 9 мая 15-го года, это разные два праздника. 9 мая 14-го года пустой город, и ожидания, детей не выпускают на улице, и все это страшно в нетуще, а 9 мая 15-го года, это даже при том небольшом конфликте, который там возник на аллее памятника неизвестного матроса, все равно это десятки тысяч людей, это радость, это печаль, это все, что должно было сопровождать, может быть, несколько гипертрофировано в связи с событиями в нашей стране, но при этом, при всем, это совершенно по наполнению два разных эпизода в жизни города, совершенно разные, геометрально противоположные, и это может быть заслуга, палец, я не собираюсь тут петь ему гимн. Нет, Игорь Палец тоже не ангел, и тоже человек, как мы, опять же, все. Безусловно, когда он пришел на должность, он выделил несколько приоритетов своей деятельности, но к сожалению, а я это видел своими глазами, он полностью убедился в бесполезности, вот в абсолютной бесполезности наладить какую-либо систему управления по-новому в этом государстве, ибо ничего не хотелось сделать, не давал... Это было связано с тем, что у него не было полномочий. У него не было полномочий, ни одного заместителя ему не назначили, за полтора года он не назначил ему ни одного заместителя, не поменяли ни одного главу районной администрации, и самое страшное, что не было финансирования вообще. В ручном режиме я присутствовал, как он пытался выбить какие-то деньги для области, ругался, матерился, а ему их не давали. Это был вот такой вот коллапс, и когда у тебя нет никаких инструментов, то он выделил приоритет, который был особо важен для нас, и начал этот приоритет, это безопасность Одессы, Одесской области, границ, и этот приоритет он финансировал своими собственными деньгами. Гигантские деньги он потратил на милицию, на военных, на пограничников, вот так, я не знаю, за самооборону, это не мои вещи, что-то, какие-то деньги мы, он отдавал РГБ, это не секрет, я всегда говорил, помните, был вопрос, кто вот нас финансирует? Да, да. Нас финансирует, к сожалению, Палеца нас финансировал очень мало, я бы хотел, чтобы это было на порядок больше. Сегодня ушел Палец, у нас финансирование так же продолжается, потому что есть большая группа бизнеса, которая четко оценивает нашу роль и место в этой жизни. И эту роль и место в этой жизни она оценивает как бизнесмены какими-то деньгами, понимая, что есть определенная структура гражданского общества, которая играет какую-то важную роль в этом городе. Да, понятно. Ну вот, Игорь Петрович Палеца финансировал силовые структуры, судя по всему, но финансировал их, наверное, все-таки больше не для того, чтобы сохранить мир, прямо скажем, а для того, чтобы они все-таки существовали и выполняли как-то свои функции, потому что это все было кадры, которые оставались из прошлого. Да, конечно. Сейчас пришло новое руководство и областное ОВД, и другие структуры, ну и новый губернатор. Изменилась ли ситуация, отношение, философия не деньгами, а чем-то, может быть, другим? деньгами однозначно тот же Саакашвили и те люди, с которыми я общаюсь, они люди, которые твердо ходят по земле, они четко понимают, что ключевых людей, те люди, которые отвечают за серьезные участки работы, они должны получать серьезные деньги. Можно мало очень найти людей, например, у которых есть побочный бизнес, реально нормальный побочный бизнес, и его не интересует, скажем, небольшая зарплата, у него есть откуда брать, скажем. Я знаю тоже таких милиционеров, он говорит, я не ворую, потому что у меня есть. Ну, помимо всего Польши. Ну, само по себе уже странно, милиционер, который имеет побочный бизнес. Да, ну понятно. Нет, родители. Вот у меня есть один такой, у которого очень богатые родители, он говорит, Сэн, вот твои деньги, веди себе прилично, чтобы мне за тебя... Да, это реально, да, да, не рискуй. Нам не нужны твои неприятности, это возможно, да. Вот. Это раз. Поэтому я так слышу и понимаю, что будут создаваться какие-то фонды, которые будут каким-то образом стимулировать финансовую работу. потому что следователь за 3 тысячи гривен с 500 делами в производстве, он приходит домой, ему нужно кормить семью, ему нужно хоть что-то делать. И, знаете, в какой он дичайшей нагрузке находится, потому что, ну, это беда. Он должен получать достойную зарплату. Но это важно и главное. Но я вот общаюсь сейчас с новоназначенными нашими людьми из милиции. Я кардинально переоценил... Знаете, новый начальник ОВД области, он похож на человека с другой планеты совершенно. Вот. Потому что я видел всех начальников областей, они были плоти нашей коррупционной системы. Да, вы же протестовали почти против каждого. Да. Они плотят плоти просто... Я уже говорил, назначьте нам патриота, пусть он будет коррупционер, но патриот. Я уже... А тут-то реальный патриот Украины, грузинского происхождения. Реально у человека четкое понимание, что бандитизм — это зло, воры — это зло, договариваться с ними — зло, коррупция — это зло. И у него, есть четкая заточка на бескомпромиссную попытку решить эту проблему. Понятно. Но решить он ее не сможет, как вы сами понимаете, без соответствующего законодательства. И без... Я же не говорю о том, что вот тут мы вернемся к фамилии Кивалова, которая вас все время беспокоит, и вы занимаетесь все время протестными акциями в отношении него. пока что, пока будут суды, прокуратуры и все органы, которые имеют отношение к милиции, самое прямое, зачастую закрывают или наоборот открывают, а в конце концов ставят точку, как суды, а немноготочие, как те же суды ставят, вот в том же случае, о котором вы рассказали, суд выпустит, и все, и на этом все закончится. под залог там 5 тысяч гривен, который у товарища, которого судят, есть, потому что он только что украл полтора миллиона. И 5 тысяч гривен у него как-то найдется на то, чтобы нести залог. Или даже 50 тысяч гривен. Мне жалко за свободу. Так, вот тут мы возвращаемся к тому, к фамилии, которую вы назвали. Вы считаете Кивалова основным обидчиком нашей страны? Ну, он один из лучших учеников. Вот, скажем так, помните, это был у Шварца хороший фильм, он говорит, да все же были такие, а он говорит, ну ты был лучшим учеником. Вот Кивалов лучший в этом смысле. Он один из создателей этой системы, он пережил первый испуг, когда у нас не было сил повторить штурм Межигирья, повторить штурм Гарри Поттера. Он точно, я знаю, несколько раз договаривался и несколько раз от него отказывался президент с его окружением. Сегодня, потому что сегодня есть у Кивалова, как это сказать, шаткое положение, он о чем-то договаривается, но все смотрят, то есть команду Порошенко, Рвать, Кивалова нету этой команды. Потому что если бы была такая команда, мы за полтора года столько наработали уголовных дел и фактов, и завели уголовные дела, у нас заведено четыре уголовных дела на него. У нас есть дело в суде. Даже не четыре, уже пять уголовных дел. Он до сих пор, сегодня будет выемка, должна была дать суд санкцию на выемку по уголовному делу против юридической академии, вдумайтесь, о недопущении к проверке государственной налоговой инспекции. Да, да. То есть сегодня суд должен был дать санкцию на выемку и изъятие этих документов, потому что там хищение на сотни миллионов гривен. И чем так Кивалов приворожил Порошенко, администрацию президента, БПП, я не знаю. Чем-то приворожил. Думаю, что связями, деньгами, личными отношениями и все остальное. Но я считаю и уверен, что Саакашвили, даже если ему как это сказать, сказали не трогай пока Кивалова, там, чуть-чуть, дай нам осмотреться, то если Саакашвили будет надолго оставаться в нашей области, а я надеюсь, что это будет хотя бы какой-то год-полтора-два, он столкнется с тем фактом, что без того, чтобы эту фигуру убрать с политического небосклона как минимум страны и Одессы, у него дальше ничего не пойдет. Понятно. Ну, действительно, должен сказать, что Сергей Васильевич, мы все знаем и зачастую даже в центральных органах печати, печатных органах, а также мнение некоторых столичных чиновников, что Сергей Васильевич является одним из чуть ли не основоположников Одессы, то есть в данном случае самых влиятельных лиц в нашем городе. который диктует и так далее и тому подобное. Так это и есть. Вот. Значит, да, ситуация она неоднозначна хотя бы уже потому, что Кивалов является несомненно хорошим хозяйственником, надо это признать. Он создал из ничего юридическую академию, один из самых богатых, влиятельных и коррупционных вузов наших, который, собственно говоря, эту коррупцию рождал. Рождал, да. Да. С одной стороны. С другой стороны, конечно, у меня создается впечатление, что серьезной базы для защиты у Сергея Васильевича сегодня нет. Он знаете, как прикрывается? К сожалению, то, что президент должен сказать фас или не фас, это очень плохой признак и знак для нашего демократического развития. Ну, да, у нас нет еще демократического развития. Прямо скажем. Мы туда идем, Прямо скажем. Прямо скажем. Ну, Кивалов же, у него есть защита, с одной стороны, типа он нардеп, с другой стороны, венецианская комиссия, где им куплено, перекуплено и облизано со всех сторон. И с третьей стороны, он, как Путин, прикрывается детьми. Вот мы пытаемся сейчас даже не отобрать, а привести хоть в какую-то норму украденной им бисквитный перевел у Актриди. Он просто тупо украл 5000 квадратных метров у акционера. И если бы там не было детей, все было бы решено. А он прикрывается детьми. Говорит, а у меня 2600 человек детей. Ну, ничего, что не на ворованном учатся будущие юристы. И те же все милиционеры и прокуроры мне говорят, ну, Марк, а что же там же дети, что будем с этим делать? Я говорю, ворованные. Говорят, ну, как бы да. Ну, видно, что это выходит за рамки всего. эмоционально, конечно, это достаточно серьезный довод, когда говорят о том, что это же дети, это молодые люди, они же останутся без... нельзя. Вот почему он строит... Ну, я думаю, да, я думаю, что принципы, большому счету, мы тоже сильно преувеличиваем, потому что вуз этот, как существовал, так и будет существовать, независимо от того, кто будет даже президентом нашей страны, простите меня, это с одной стороны, с другой стороны, да, строящаяся церковно-приходская школа вызывает много вопросов. Позор Одессы! Позор Одессы! Вызывает много вопросов и выглядит не как церковно-приходская школа, которая по истории нашей патриархальной в свое время страны церковно-приходская школа была при церкви, и церковь, как правило, держала просто несколько комнат в доме, где жил батюшка. Ну, это я знаю, потому что мои деды, деды и бабушки были достаточно верующими и очень хотели, чтобы мой отец был тоже. церковником, и даже мой папа в течение двух лет учился в Одесской церковной семинаре и в 20-е годы прошлого столетия. Поэтому мне это все передавалось как информация, понятно. И это были, и он учился в церковно-приходской школе в городе Трульчине, и это было маленькое здание, маленькая школа, в которой ходили дети по субботам, воскресеньям, в общем, один раз в неделю, и это была совсем другая ситуация. Вот, ничего общего с таким дворцом это не имело. Уродливым, который просто уничтожает. Но мы должны заканчивать, заканчивается время. У меня последний вопрос. Я не хотел бы заканчивать на такой ноте по поводу рассказа Сергея Васильевича. Я бы хотел вас спросить вот о чем. Сегодня состоялось буквально несколько часов тому назад, может быть, это было вчера, там не указано время, в Коминтерновском районе объявилась Народная Рада Бессарабии. Значит, и Коминтерновский район, как вы знаете, никакого отношения к Бессарабии не имеет. Следовательно, это, так сказать, будем говорить десант в тылу, в нашем тылу. Вот, что будем делать с подобными явлениями, которые сегодня инспирируются и возникают и будут возникать, судя по всему, в самых неожиданных географических точках нашей страны, области, потому что это кем-то организовывается, это слабо контролируется, судя по всему, силовыми структурами, хотя общественность, это громкое слово, в данном случае как-то странно выглядит, они почему-то устраивают такое учредительное собрание, в котором выражается недовольство Порошенко, естественно, президентом, Саакашвили почему-то попал в это число, ну и так далее, он еще не заслужил этого, как-то странно. Вот такое сборище состоялось. Ваши отношения как... Ну, у нас отношения понятно, простое. И ваши действия. Наши действия, как мы пошлем туда Резвушкина и сами вместе поедем. И не будет никакой рады Бессарабии, нигде. Мы не позволим никак в Одессе фейковых или полуфейковых сборищ, ни в районах города. Не будет этого. Вот просто не будет. Все эти люди будут пресечены, наказаны и отправлены в свое небытие. Мы понимаем, что это идет финансирование, раскачка, прощупывание. Это общеизвестная вещь. Вот я могу критиковать Порошенко, я могу критиковать Саакашвили, я могу критиковать их как угодно, потому что моя критика это моя страна. Мы сами разберемся. И с Порошенко, и с Саакашвили, и с кем угодно. Но вот эти негодяи, которых финансирует Путин и все остальное, не имеют права его критиковать. Вот мое такое, под такое мнение. Пусть они критикуют Путин, а тот, кто их финансирует. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Немножко больше времени, чем положено. Спасибо большое, Марк, за то, что приехал и сказал. Ничего я тебе желать не буду, это понятно, потому что единственное что, просьба. просьба вот от меня, может быть, и телезрители присоединятся к моей просьбе. Будьте, пожалуйста, справедливы. А мы справедливы. Я не говорю о законе. Вот гуманны и справедливы. Мы стараемся это сделать, потому что если мы только сойдем с этой дорожки, люди от нас будут отворачиваться. Мы тоже не ангелы, но это наше краеугольное как бы направление. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова